трасса потерь и находок глава 7 просыпаться следует медленно по капельке выдавливая из своего состояния сон чтобы открыв глаза ты понял что день встречает тебя ласковой улыбкой любой человек живет с мыслью что все проблемы ненадолго решишь и заживется тебе спокойно и радостно с этой святой верой и следует приступать к завтраку глеб пять раз открывал и закрывал глаза стараясь понять где находится только что маня звала его на блинчики он нежился под одеялом на веранде и слышал как шипит сковородка блины у мани получались ажурные и тонюсенькие а он все лежал в полудреме и делал непростой выбор понежиться еще или отправляться на блины выбрал последнее и открыл глаза взгляд уперся вскошенный потолок жаль не дома а значит маня с блинами не что иное как реабилитационный сон глеб переместил взгляд за окном маячит чей-то силуэт google google кто я google google где я с кем я разработчики новых технологий копить дать ориентировались на человеческую лень зачем рыться в справочниках запоминать факты название и время проведи пальцем по экрану нажми на пару кнопок и что тебе надо знать данную минуту узнаешь еще лет 15 назад глеб и компьютер ты не умел включать а теперь без айфона не пойдет даже чистить зубы телефон должен просто лежать рядом так спокойнее достижение науки и техники постепенно но верно вырабатывали в инстинктах поведения и новые реакции получил в руки советчика по любому вопросу в виде айфона люди массово по выбрасывали из квартир все справочники разбросали книжные полки типа зачем пыль собирать телефон маленький легко помещать в кармане или сумке всегда под рукой всегда к услугам справка новости фильм связь с родными и знакомыми здесь тебе библиотека которую не разместишь в квартире стоит вслух задать вопрос типа а что это за город такой ольштин и получаешь мгновенный ответ по гугли узнаешь гуглить глеб не стал ориентация в пространстве постепенно прояснилась на рассвете они приехали в город ольштин помылись поели поспали на балконе виктор которого глеб буквально подобрал сегодня ночью на проселочной дороге под рукой телефон барсетка с документами на столе открытый компьютер у двери дорожная сумка с расстегнутой молнией и распахнутыми краями открытая глеб мигом катапультировался из кровати и ринулся к сумке запустил руку нащупал плотный сверток облегченно вздохнул вжигнул молнией и переместил ценную поклажу в угол часы показывали пятнадцать тридцать поздновато для утра хотя как посмотреть спать они с виктором леглись в десять тридцать пять часов сна дороге это нормально теперь поесть и за дела пока светло посмотреть город экспресс-экскурсия обязательная часть программы они с маней волшки не уже были тоже проездом но провели здесь часа четыре в семейном архиве есть снимок маня в джинсах и футболке у алого кадиллака а за спиной высотой пятиэтажный дом так называемые высокие ворота крепости своих путешествиях за 10 лет они успели посетить как минимум три десятка городов задерживались не везде но снимали всегда и везде некоторые кадры получались настолько удачными что сами собой всплывали в памяти вместе со временем и обстоятельствами в которых они были сделаны у телевизионщиков есть правило не снято значит не было время показала так она и есть перелистывая архив маня сокрушалась а что как спутники позбивают отменят интернет исчезнет электричество и у нас не останется своей семейной истории да что там у нас в мире не останется глеб ловил воркующие нотки речи виктора и подумал женовой говорит виктор вернулся махнул рукой ольга переживает сестра звонила из одессы звала ее с детишками к нам выехать не могут даже на улицу лишний раз не выходят боятся встретить какого-нибудь недоросля с автоматом на днях оружие раздавали всем желающим говорит нацики из города никого не выпускают по сути в заложниках держат и своих и чужих когда уже одессу отобьют виктор включил чайник привычно насыпал в кружки по ложке растворимого кофе глеб одобрительно наблюдал за этими действиями хлеб масло колбаса печенье вчерашний продуктовый набор быстро материализовался на столе что там еще по фронтовым сводкам харьков не взяли окружили у батьки договорились что откроют для беженцев гуманитарные коридоры виктор привычно сказал у батьки хотя переговоры проводились в гомеле но это у батьки звучало информационно емко так почтительно виктор называл диктатора которого совсем недавно под соусом народного недовольства западные партнеры пытались свергнуть а еще лучше убить виктор с семьей тоже народ та часть которая не ходила по улицам минска требуя демократии лучшей жизни ананасов и вообще всего хорошего и эта часть в тысячи раз превосходит число бузатеров с флагами на площади батька не испугался страну не бросил как теренский или к примеру янукович он вообще не стандартная политическая фигура умудрился стихии капиталистического рынка сохранить белорусский островок небольшого социализма революция достоинства в минске не победила а народ по мнению виктора живет достойно а батьку своего белорусы теперь наблюдая за военными сводками украины благодарят мы много не знали в сентябре ни на начиталась в интернете и рвется в минск там вся молодежь весело буду потом детям рассказывать как новую жизнь начинали хоть в погреб под замок сажай жена плачет дед с бабкой увещевают нинку а я ремень принес и всыпал ей от души подулась пару дней а потом когда все улеглось призналась свидание ей ухажер на площади назначил познакомились по интернету и должна была нинка на реальное свидание идти и почему-то ухажер хотел чтобы обязательно в белом платье там таких девчонок в белых платьях целая колонна на свидание тогда пришла время многое объяснит и рассудит у нас в белоруссии в россии и на украине все наладится за философствовал виктор по его философии получалось пройдет время люди вернуться к привычной жизни они всегда возвращаются спрячут горькие воспоминания в потайной уголок памяти чтобы они не мешали жить растить детей внуков работать сажать картошку варить варенье и надеяться что своим трудом человек пополняет копилку светлого будущего для своих детей внуков и правнуков а как иначе жить надо чтобы спокойно было настоящим заманчиво будущем а прошлое в памяти как опыт и урок глеб слушая соглашался войны были во все времена и по разным поводам он и ольтенш за свои 600 лет не раз менял владельцев так было практически на всех европейских землях хозяйничали здесь и тефтоны и шведы и поляки а историческая память живет строениями и известными именами в ольштине жил и работал николай коперник он вошел в мировую историю как автор целого ряда астрономических открытий представьте коперник был мэром ольштин а правда давно еще в начале 16 века заботу мэра как правило много коперник заселял людьми окрестные села следил чтобы в городе была вода продукты порядок при этом ученый успел составить целый трактат о денежной единице глеб подумал что скорее всего николай коперник был совой одно непонятно когда он вообще умудрялся спать ведь наблюдать за небесными светилами можно только ночью а днем приходилось выполнять обязанности мэра коперника жители города чтут на стене в апартаментах виктор долго рассматривал его портрет потом залез в google и все выяснил про забавного старика про три остальные картины маслом с изображением замка костела и крепости не всегда ультинж был спокойным и уютным городом пережил 4 пожара начале 17 века эпидемии чумы которая уничтожила почти целиком население города новая напасть к вид 19 практически уничтожил туристические потоки люди надели маски на улицу выходили в случае крайней необходимости ворчали мы послушно сидели по домам чтобы не заразиться с надеждой ждали спасительные вакцины казалось это навсегда и в гости больше никто ходить никому не будет а сегодня к видная напасть можно сказать исчезла они практически перестали говорить на повестке дня вторжение россии на украину события трагические тут не поспоришь но и они скоро уйдут в историю информационная пыль осядет а вокруг из тумана лжи будут проступать реальные картины сложив которые в мозаику каждый желающий думать и понимать сможет оценить реальность и определить свое крохотное местечко в ней а пока мир оказался под ковровыми информационными бомбардировками и не важно из какой точки мира запустили кассетными снарядами фейки и какой силой ядерной ложью их начинили новые технологии форматируют мир по новому точными ударами поражая каждого вирусами ненависти и страха подключился к сетям и все ты стал мишенью цель этого обстрела испугать разозлить пробить эмоциональную защиту каждого и взрослого и ребенка информационную пристрелку начали еще восемь лет назад и поднаторели настолько что сначала свели с ума целую страну украину а теперь и весь мир иначе как объяснить что в латышской елгаве восемь третиклассников устроили пикет перед окнами здания давно заброшенного строительного треста здание кто-то приватизировал и теперь получает исправную арендную ренту со свадебного салона мастера по изготовлению ключей и ремонту молний кофейницы стоматологии еще десятка частных предприятий великий рассказал как детишки выстроились в ряд достали из рюкзачков по листку формата а4 и разом подняли над головой плакаты на английском языке великий перевел путин руки прочь от украины ну для кого они их написали и раскрашивали фломастерами великий буквально захлебывался от возмущения сомневаюсь что они понимают чего требуют и от кого я точно не могу позвонить кремль и приказать владимиру владимировичу и никто в наших офисах не может это же педагоги организовали взрослые великий так разволновался что даже не поинтересовался где сейчас глеб как машина и когда его ждать учитывают они что и лгава процентов на 40 русскоязычный город думаю что среди семи одноклассников как минимум трое русских принесут они домой эти плакаты раскидают по тик током селфи и будут считать что сделали доброе дело а родители тем временем на кухне будут волноваться как там харькове и знакомые поживают и что с двоюродным братом который служит летчиком в россии жив или нет им и в голову не придет что за стенкой играет стрелялки их оппонент у детишек десяти лет от роду родители уже не рассматривают с восхищением корявой поделки лучшем случае изучают дневник с оценками школьники мариуполя могли бы отправить тик ток свои фотографии например разрушенного не путиным и не российской армии многоквартирного дома подвале которого прятались 300 человек или припаркованного под окнами их школы танка да только и лгавская немецкая нидерландская ребятня этих кадров не увидят западные интернет ресурсы их просто забанят зачем смущать европейцев жестокостью демократической украины а потом будут удивляться пока все боялись к вида на мир обрушился вирус куда страшнее вирус ненависти страха и раздора николь учится в школе небольшого нидерландского поселка и тоже 10 лет и вчера занятие и выгнали одноклассники николь гражданка нидерландов говорит на двух языках и преуспевает в третьем вместе с классом ходит в бассейн носится с детишками по площадке да вот беда мама у нее по происхождению русская покойный папа был потомственным голландским фермером а мама подкачала не там родилась до раз в год они с мамой летают в москву бабушки это все ее прегрешение одноклассники утром собрались гульбой стали улюлюкать толкать николь и кричать уходи ты злая русская горячие головы придумали закон лишить всех русских видов на жительство разум 7 латвии закон отклонил а премьер-министр даже набрался мужества и публично заявил все жители страны латвийцы независимо от национальности но если принять во внимание что кишиневе украинцы потребовали от владельца отеля говорить с ними по украински то кто знает не проникнет ли в небогатую европейскую латвию вирус украинства чуть позже к слову министра иностранных дел германии с похожими заявлениями русские ресурсы процитировали а лидеру латвии где русских почти треть страны ни слова благодарности это были цветочки созрели первые ягодки в европе отказались лечить онкобольных детишек из россии всех отправили домой новости как горох сыпались от знакомых кто звонил кто размещал в соцсетях фотографии глеб с виктором обменивались ими прихлебывая горячий чай чего доброго и гетто начнут открывать глеб стал и направился к балкону это зараза похуже к вида откуда она глеб ткнул пальцем в телефон и тут же представил как с экрана во все стороны расходятся лучи под которыми человек спит пьет чай разговаривает любит целуется наслаждается струями воды под душем полагая что никто его не видит а лучи от айфона сканируют каждое движение и звук и все это отправляют пространство человек просматривает новости и периодически вздрагивает как-то так получалось что приятные или радостные сообщения исчезали из информационного потока а человеку патологически нужны радость любовь забота ему необходима гордость за успехи своих детей за страну опираясь на эти маленькие плюсы в активе жизни он будет надеяться что он не один увы новости с каждым днем все больше заставляют его боятся неизвестного вируса колебаний валютного курса повышение цен теперь уже и войны эффективнее всего было бы закрыть уши и глаза не включать телефон но куда без айфона или смартфона не попить без грамоты не поесть на воротах номера не прочесть этот фрагмент из детских стихов современном мире правильно будет декларировать так не узнать без гугла где присесть не понять без главного что поесть да без него еще не расплатиться за покупки в магазине не проложить маршрут интернет за пару десятилетий подменил большую часть реального мира не оставляя человеку времени остановиться и задуматься где сегодня искать правду особенно детям тут и взрослый голову сломает пока разберется виктор слышал сетование великого правду сейчас погуглим пошутил глеб но глянув на экран засмеялся нашел целая улица правды мужики переместились на балкон и включили канал который так и назывался улица правды звучит обнадеживающе а что за вывеской украина вторая по размеру территории страна в европе а ее армия по насти третье так что российские военные не предполагали что операция пройдет легко первые несколько дней они заняли обе стороны днепра приостановили поставку гсм и техника в с у осталось без горючего поставляя оружие запад ожидал скорой и сокрушительной победы нациков над тамбасом и луганском и когда не получилось началась истерика глеб с виктором притихли по сценарию клоун зеленский должен был водрузить победный флаг а западные медиа украсятся заголовками клоун победил злобного и страшного путина глеб и виктор склонились над айфоном русского телевидения в европе теперь нет а интернет порталы из россии youtube просто блокирует как только от карательных медиаторов увернулась эта улица правды я так в детстве радио свободы слушал улыбнулся глеб интересно кто это говорит вернулись в начало передачи оказалось военный конфликтолог сергей калмогоров разъясняет слушателям и немногочисленным журналистам в чем успехи и ошибки операции российских войск на украине большой процент небоевых потерь техники целые колонны оставленных на пустой дороге показывали в интернете украинцы говорили что доблестные воины в ссу разгромили бригаду противника россияне опровергли на самом деле колонна встала потому что не успели обеспечить гсм как такое получилось с этим разберется военная прокуратура конфликтолог сказал а виктор не сдержался правильно рубану ладонью глеб горько вздохнул клоуны пугайло в армейских структурах есть да и в правительственных тоже улица правды порадовала двух офицеров тем более что по словам эксперта мировое военное сообщество считает на примере операции на украине россия явила миру армию седьмого поколения войска действуют точечно не применяют ковровых бомбардировок стараясь сохранить гражданское население и верный был подведен итог внешних врагов равных по силе у россии нет зато есть внутренние офицеры на балконе частной польской гостиницы переглянулись и согласно кивнули друг другу факты которые один за другим приводил эксперт только подтверждали то о чем оба догадывались давно после майдана власти выделили огромные деньги на создание расширения проекта русский мир он должен был объединять всех несогласных с политикой майдановской власти администрация президента бодро докладывала число русского мира на украине растет и множится людей много и они с нетерпением ждут поддержки из россии стоит только продемонстрировать что страна готова помочь борьбе с нациками а уж русский мир одессы харькова запорожья покажет свою силу не показал есть серьезные вопросы и центральному банку финансовой группе олигархату готов добавить и свои опять не сдержался виктор у народа к олигархату накопилось так много вопросов что руки чешутся какие ты воинственный попробовал сбить накал страстей глеб ты сначала со своего белорусского олигархата спроси а потом уже и к российскому переходи спросим будь уверен я не один хочу им счет предъявить а олигархи у нас одни они без границ и ограничений гребут под себя действительно и минске и в москве цены взмыли вверх как гелевые шары памперсы за сутки подорожали в полтора раза люди шалеют у прилавков а эксперт негодует в эфире почему молчит правительство антимонопольная служба минпромтор а как объяснить плотный поток фейков в телеграм-канале их так много что впору засомневаться на нашей ли территории вообще базируется этот проект западники грозятся отключить microsoft а где наши российские софты программисты еще 8 лет назад заявили две недели финансирование и будет своя платформа деньги выделили но героические программисты за разработкой застряли оказывается за право выполнять этот стратегический госзаказ с них запросили такой откат что начинать работу просто не с чем тут военной прокуратурой не обойтись и чем глубже погружаешься в дебри экономики взаимодействие бизнеса и чиновничества тем больше хочется позвать матроса железняка в европе говорят что это россия развязала войну врут четырнадцатом году когда появился первый минск наши были уже в ялте под бердянском проблему можно было закрыть еще тогда но поступил приказ отойти почему военные приказы не обсуждают а выполняют мои ребята были там матерились виктор сжал кулаки загнали на восемь лет донбасс в подвалы а по телевизору все о мире толдычили трактор в поле дыр 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 все за мир и мы за мир опять вспомнил детский стишок глеб деньги у них на западе а где деньги там ум и сердце не перешел на шутливый тон виктор офицеры помолчали дальше вслушиваясь в эфир россия в сирии продемонстрировала такой военный успех что на западе твердо решили проект россия пора остановить а первый решительный шаг на этом по сценарию должна сделать как раз украина началась поставка оружия военное освоение территории украины готовились всерьез зеленскому на первом этапе не считаясь со средствами предстояло уничтожить донецк и луганск и выйти на российскую границу план запада не был секретом для кремля и он опередил украину на двое суток мы не развязывали войну а пришли на нее война против россии началась майдана в 2014 году кто не заметил тот слепой если б россия замешкалась на украину вошли бы войска нато оговорка зеленского о ядерном оружии о многом сказала простым думающим людям специалисты же знали о планах разместить там ракеты с ядерными боеголовками и в ближайшее время задействовать их посылая на российские города ядерные бомбы с украинских аэродромов офицеры напряженно слушали эксперта не проронив ни слова операция демилитаризации и спецификации готовилась секретно кремле знают кто внутри страны за родину а кто про деньги поэтому от подготовки операции отключили большую часть управленцев высокого уровня так начало стало полной неожиданностью для всех запад давно усвоил россию победить в боях невозможно а вот разорвать изнутри получалось и не раз это надо понимать мужики закурили помолчали что тут скажешь будем собираться до литвы нам по пути вдвоем надежнее виктор посмотрел на глеба да сдадим номер загрузимся перекусим и путь выбрали кафе с видом на замок устроились куриный суп салат пюре с рыбой и замок ольштын памятник средневековой крепостной архитектуры польши построен начале 14 века в 1370 1391 годах замок принадлежал князю владиславу о польчику а в 1391 король егайло добыл его результате недельной блокады но на этом спор вокруг собственности не закончился в 1587 году замок атаковал австрийская армия староста карлинский пожертвовал своим сыном заложником и замок устоял через 80 лет замок разрушили шведы место завидное рядом река лына по которой можно доплыть до польско-российской границы а после ее пересечения по реке переголя можно добраться до калининграда внутри на стене астрономическая экспериментальная таблица николая коперника с ее помощью в 1517 году астроном проводил исследования по обозначению линии равноденствия и она является единственным сохранившимся астрономическим прибором собственноручно выполненным коперником зачитав полголосу информацию глеб сделал снимок так чтобы в кадр попала через окно стена крепости и отправил мани плавали помним отписала она и добавила три смайлика мимо столика быстро прошел официант через несколько секунд три человека группой направились к угловому столику где вальяжно развалились двое мужчин а третий успел встать и воинственным тоном на украинском он звал приятелей быстро на выход те направились в двери но натолкнулись на двоих официантов которые встали на пути троицы виктор заиграл жевалками это же поднялся чем дело он не платит пояснил официант троица злобно уставилась на виктора но оценив ширину его плеч и размер кулапов остались на месте глеб тоже поднялся и вскоре в кафе вошли трое полицейских когда троицу увезли официант принес на подносе кофе и пирожные от заведения с улыбкой произнес официант офицеры кивнули и махнули рукой официант объяснил паны из украины вместо денег показывают паспорта и говорят мы за тебя воюем а ты какие-то злотые требуешь мужики понимающего смехнулись официант подытожил сложно с украинцами ведут себя у нас как хозяева а говорят что приедут сюда 6 миллионов зачем дома надо порядок наводить они в гостях европейские политики похоже так не считают но официанта владыка они тоже причислили к тому западному миллиарду который как украинские пропагандисты называют всем миром выступившим единым фронтом против агрессора россии глеб с виктором посчитали индия китай белград эмираты иран если не все на стороне россии то как минимум не осуждают ее а это по численности населения значительно больше миллиарда замороченные украинской пропагандой европейцы спешно поколотили экономические горшки с россией начинают открывать для себя новые условия существования в латвии за один месяц февраль удвоились коммунальные платежи стоимость литра бензина достигла два с половиной евро глеб был не силен в проблемах мировой экономики но уже успел отметить расходы на заправку в этой командировке действительно выросли на треть если бы не карточки вадима кузькина и лишний раз подумал бы есть в кафе горячий обед или нет а ночевке в отеле и говорить нечего он вспомнил что так и не перезвонил анютки дочери вадима бедная девочка пришлю ей сообщение на первой же остановке а утром позвоню виктор держал скорость 90 километров в час значит в каунасе они будут уже через сутки если конечно ничего не случится до первой остановки в городе августов никаких происшествий не случилось часа через четыре попутчиком предстоит попрощаться они не знали что в их планы снова вмешается его величество случай продолжение следует